В ходе интервью информационного агентства BBC, нападающий турецкого футбольного клуба Медиполь Башакшир Дембаба, призвал весь мир поддержать уйгуров и других тюрков, которые подвергаются репрессивной политике Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане. Футболист раскритиковал молчание мира против притеснения и преследования мусульман. «Я хочу, чтобы весь мир объединился для мусульман региона», — отметил Дембаба. Напомнив, что «Арсенал», который имеет офис и сеть ресторанов в Китае, не поддержал Мисута Озила, выступившего в поддержку уйгуров, сенегальский футболист сказал, что клуб не поддержал бы акцию «Жизнь черных ценно», если бы это было финансово рискованным. «Арсенал» поддержал эту акцию. Когда же дело дошло до уйгуров, клуб промолчал, потому что опасался экономического давления со стороны Китая. «К сожалению, многие закрывают глаза, когда дело доходит до финансовой выгоды, потому что деньги стали важнее человеческих ценностей. Я считаю, что клубы оказывают большое давление на игроков для того, чтобы они не вмешивались в подобные вопросы. Как можно бездействовать, когда вы видите несправедливость своими глазами», — заявил футболист. Председатель партии Великого Единства Мустафа Дестиджи заявил, что парламент Турции должен принять законопроект о введении санкций в отношении Китая, если китайская администрация не прекратит преследование турок мусульман, проживающих в Восточном Туркестане. С таким заявлением Дестиджи выступил в ходе встречи с группой ульбургских женщин и детей, которые потеряли связь со своими родными. В ходе беседы Мустафа Дестиджи обсудил с гостями вопрос лагерей и их родных. «Наши гости рассказали о своих супругах, детях и родных. Мы будем следить за развитием ситуации до последнего вздоха», — отметил председатель партии Великого Единства. 18 августа в столице Восточного Туркестана скончался профессор школы филологии Синьцзянского университета Абдукарим Рахман. Профессор страдал от астмы и скончался в 8 часов утра в возрасте 80 лет. После появления информации о кончине профессора, коллеги и ученики выразили свои глубочайшие соболезнования его родным. Абдукарим Рахман родился в городе Кашгар в 1940 году. С 1964 года преподавал ульбургский фольклор в Синьцзянском университете. В 1980 году он получил степень доцента и был назначен директором факультета литературы. Профессор считался первым специалистом, который начал всестороннее исследование ульбургского фольклора. В последнее время все чаще публикуются информации о том, что глава Китая Си Цзиньпинь столкнулся с оппозиционным движением в рядах Коммунистической партии Китая. Однако немногие оппозиционеры осмеливаются высказать свою позицию, опасаясь обвинения в коррупции и нарушении дисциплины. Один из профессоров образовательного отдела высшего руководства Коммунистической партии Китая в Пекине, исключенный из партии в начале недели после того, как появились подробности его критики в адрес Си Цзиньпина, высказанные им в июне, профессор сообщил, что не жалеет ни о чем, сообщает The Guardian. По словам профессора, Си Цзиньпинь и его партия убили страну. Коммунистическая партия Китая во главе с Си Цзиньпином не является движущей силой прогресса. Напротив, они препятствия для развития страны. Я не единственный, кто хочет покинуть ряды партии. Все больше людей, недовольные политикой правительства, заявил профессор, покидая страну. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Артагус сделала письменное заявление, в котором указывается, что Коммунистическая партия Китая предприняла шаги, дискредитировавшие особый статус Гонконга, которые Пекин обещал народу Англии и Гонконга в соответствии с Китайско-Британской декларацией, подписанной в 1984 году. Заявив, что отныне президент США будет рассматривать Гонконг в соответствии с принципом «одна страна, одна система», Артагус сообщила, что департамент уведомил власти района о прекращении действия трех двусторонних соглашений. Эти соглашения покрывали передачу скрывающихся от правосудия преступников, перевод приговоренных лиц и налоговые вычеты на доходы, полученные от международных морских перевозок. Эти шаги подчеркивают нашу глубокую обеспокоенность принятием Пекином закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который разрушает свободы жителей, полагают в Госдепартаменте США.